друзья приветствую всех на своем канале с вами снова алекс и мы продолжаем играть в diablo а точнее заканчиваем нашу сюжетную линию и у нас осталось только последний последней части это эпилог частично мы захватили прошлой серии послушаем у нее были рога как у зверя она прошла мимо меня в двух шагах и это воспоминание так понимаю и судя по тому что это воспоминание связано с нейреллы я немножко напомню то что мы ее не встретили в преисподней вот что я видела в отражениях наша цель близко она куда-то исчезла и мы тут можем догадываться что мы сделаем ждет нас тут я так понимаю что она хочет с помощью фиста как-то воскресить свою мать может быть такое ну сложно догадаться ты собираешься меня оставить так только найдешь место где обо мне позаботиться нужно она должна была помочь ларату но ты запропастилась сейчас мы идем по следу плюс у нас преподобная мать вот это вот объявил охоту который мы по сути спасли и отпустили но это ладно это отдельная история сам главный начинай розу на продолжим но на какой на зубах и меня знаешь я дочь своей матери если есть куда идти значит надо туда идти мы не бросаем дело на полпути и и нигде не видно но письма тут раньше не было наверное это от нее только письмо но он город должен прочитать его я чего-то кажется что она хочет именно от мать воскресить каким-то образом использую камень души мефисто но наверно она не понимает каких-то особенности того что он поглотит ее в любом случае почему я слышу только твои шаги я очень долго учил этот шифр так что надеюсь ты его еще не забыл ларат потому что ты теперь последний из хородримов моя мать посоветовала бы остаться с тобой она верила что хородримы знают все на свете я так изменилась что не уверена что она бы меня узнала ты вспоминать о ней тяжело но потом я думаю о тебе с домом Вы совсем не похожи на всеведущих мудрецов. Вы мучаетесь. Вы сомневаетесь. Но не бросаете своих. Эта мысль будет греть меня в пути, иначе я его не выдержу. Если даже вы не идеальны, у нас будет надежда, опора перед грядущей битвой. Битвой с ним и с его братьями. Не знаю, сколько времени у меня есть на поиске, но я не верю, что другого способа нет. И я должна его найти. Одна. Конечно, ты пошел бы со мной. Но из-за моей неосторожности уже погибли люди. Тобой я рисковать не могу. Если я ошиблась, все последствия этой ошибки и заботы об израненном мире лягут на твои плечи. Знаю, ты хочешь отойти от дел. Но у тебя нет права. Не сейчас. Иди-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-а. Продолжение следует... Пожелай мне удачи. Потому что, если мой план сработает, мы больше никогда не увидимся. Продолжение следует... простить событий шоу-мирецов держать откин натиск ну и это понятно все сразится халит на среднем уровне мира да это надо будет сделать отдельно что посмотрим поправься на поиски нерелы мне бы очень этого хотелось она там одна с воплощением зла но нам ясно сказали преследовать ее не надо то мы даже не знаем где ее искать так что пока не выясним что-нибудь придется ждать но я не могу просто сидеть сложа руки не можешь и что ты сделаешь погонишься за ней против ее воли нет насчет нерелы ты прав дружище но в санктуаре еще много дел я пойду к шепчущему древу зачем это сейчас это наш единственный союзник а союзники нам очень скоро понадобятся ладно ступай к древу но будь осторожен ты будешь теперь сна тварей безопасности лилит сгинут ли в преисподней я даже представить не могу чем это обернется никто не знает что теперь обрушится на наши головы и неважно закрытый врата в преисподнюю или нет нас точно не ждет ничего хорошего надеюсь ты будешь с нами в час нужды ну что ж вот на этом и заканчивается получается наша сюжетная линия и в целом дальше только ждет море гринда я сотового уровня до этого еще ой 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 как далеко идти поэтому все большое спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь комментируйте и ставьте лайки пока